Деткам Эни и Гоши шла третья неделя. Родители в этот период много времени проводили на улице. Пока Эня и Гоша гуляли, остальные жители голубятни крутились возле птенцов. Уж очень им интересно было на них посмотреть. Вот и Кеша заглянул. Признаться, поначалу у меня были опасения, не обидит ли малышей кто-нибудь, пока родителей нет рядом. Но, к счастью, когда голубята сидели в гнезде, никто их не трогал. Наверное, у голубей есть неписанный закон – гнездо – неприкосновенная зона. Когда Эня с Гошей возвращались с прогулки, начиналась погоня за нарушителями территории. Тот, кто смотрел прошлые серии, наверняка помнит, что Гоша обычно лояльно относился к гостям. Бывали моменты, когда он не прогонял их даже, если те сидели возле гнезда. Но в этот раз Гоша активно гонял чужих. Давно я не видела его таким неуемым. Хороша, что он не выгоняет. Как он выгоняет, что он не выгоняет, ко мне любой альфред. Она не выгоняет, как произносил страницы. Тот, кто не был бы альфред. Что он был бы то, что он был жесткий. В конце концов, перед его гнезда полом, Рыбнание растет. В такие моменты Рыжику доставалось не меньше остальных. Он теперь для Тэни и Гоши был такой же чужой, как Мила, Кеша, Тёма и Сёма. Пока родители наводили порядки, птенцы мирно сидели вместе. Они уже оперились и стало ясно, какой у них будет окрас. Один тёмненький с рыжими пёрышками и чёрным хвостиком, а второй рыжесеребристый со светло-серым хвостиком. Соответственно, мы их назвали чёрным и серебристым хвостиками в память о городских голубях. Окрас серебристого хвостика необычный и очень красивый. К сожалению, моя камера не передаёт все оттенки его оперения. Музыка Навоевавшись вдоволь и заодно размяв крылышки, голуби, наконец, успокаивались. И занимали каждый своё место. Рыжик на брёвнышке. Гоша и Эня в новом гнезде. Кеша и Мила на своём столике. А Тёма и Сёма на их любимой полочке. В голубятне наступала тишина и умиротворение. Поварковав в новом гнезде, родители спешили покормить детей. Поварковав в новом гнезде. И опять, для порядка, надо погоняться за настырными соседями. Рыжик по мастерски. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот и все на сегодня. В следующей серии я продолжу рассказ о наших замечательных хрустиках. До скорых встреч! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...